Ой, 13 мая, понедельник. Ну что, ребятки, утро прекрасных новостей, да? Шойгу сняли, то есть этот пазлик сложился, да? То есть я просто, конечно, в шоке. Сняли Шойгу с министра обороны, то есть выкармливал, его Путин выкармливал, да? Напоминает мне сейчас Путин этого цыгана из анекдота, который пытался лошадь приучить к тому, чтобы она меньше ела, то есть не ела совсем, не ела, не пила, уменьшал, уменьшал постепенно ей дозу, уже почти отучил ее жрать, она взяла да сдохла. Хотя в этом случае, конечно, когда речь идет о Шойгу, это вопрос не про лошадь, а про оленя. Оленево. Как же там был со мной лесной олень по моему хотению? Была такая детская песня, осенью в дождливый хмурый день пролетел над городом олень, это ему, наверное, Путин под зад колено знал. Он летел над гулкой мостовой, рыжим лесом, там где рыжий лес, это под Чернобыль, под станцией, да? В курсе вы там, где россияне окапывались в радиацию, потом пока их не поплющило. Он летел и сильные рога, сильные рога, накачанные, да? Ну, у него там, по-моему, штук восемь жен, так что рога у него действительно сильные. Затмевали, раздвигали тучи облака, и казалось, будто бы над ним столовилось небо голубым, голубым. Ну, вот, тогда, конечно, понятно, откуда восемь жен. Ладно, это самое, что я хотел сказать. Я чувствую себя реально, как будто, знаете, пазлы я собирал там. То есть, когда ты последний вот этот пазлик вставляешь, у тебя вся картина складывается. Я не мог никак понять, что такое, какое наступление на Харьков, блин. Вообще, к чему это? Ботофермы вот эти активизировавшиеся. Поставили на место Шойгу. Ну, это я уже столько, что узнал. Да, ну, просто я не мог понять никак, что происходит. Я сегодня, вернее, вчера утром говорил, что вроде бы этого Пригожина завалили, блин. Ну, в смысле, Путин его завалил. А кто же на этих ботофермах, зачем это? Шойгу пытается в ТикТоке Харьков захватить или что делать? Я правда не понимал. То есть, не складывается картинка. Вот эти пазлики, да, они какие-то, как из разных коробочек. А тут, оказывается, вон оно какое дело. Да, так, сняли Шойгу с министра обороны. Это еще как бы полбеды. На его место поставили Андрея Синегубова. Ой, Белоусова, господи. Это одноклассник мой, одногруппник. Я вспоминал про Андрея Белоусова, упоминал его в видео. Вот у меня на Ютубе есть видео, называется «Моя картина мира». 6 мая снимал. Я упоминал Андрея Белоусова. В качестве примера, что... Хороший, качественный аналитик, этот экономист российский. Он там первый вице-премьер или что-то такое был. Теперь он министр обороны. Да, так вот, я как бы на него ссылался, насколько все хорошо в России. То есть, я его цитировал, когда он говорил, когда ему сказали, у нас там инвестиции большие, он говорит, что у нас из этих... Его спрашивали по поводу инвестиций, какие у нас инвестиции большие. А он говорил, Андрей Белоусова, что у нас как бы из этих инвестиций 70% это то, что мы вынужденно заменяем западное оборудование, которое сейчас уже не обслуживается, да, в результате санкций, на какой-то там китайский и все остальное. То есть, это не то, что там новые станки купили или все, наоборот. Это у вас старый холодильник сломался, не работает. И вам приходится покупать новый, более плохой. Ну, словно говоря, это я уже там все объясняю. Но я на него ссылался, потому что он действительно классный экономист. И все, то есть, вопросов где? Это как бы сильная такая фигура, довольно известная по экономике именно. Поставить его до министра обороны. То есть, там видать вот это, что когда Шойгу жаловался, что производство техники не отвечает требуемым темпам наступления. Да, так вот было сформулировано. Сейчас уже не помню, то еще не процитирую. Ну, ребята, перед смертью не надышитесь. Я понимаю, что, ну что, ну что, если у вас там выбивается там 3000 осинтеры, говорят, да, open source intelligence, говорят о том, что уже 3000 визуально подтвержденных фото, видео, фиксаций есть, 3000 танков. И вы собираетесь. Ну, Белоусов, может, там и крут по производству сейчас там что-то наладить. Но я Путину просто как в анекдоте, опять же, можно сказать. Когда у вас в борделе бардак, когда у вас в борделе непорядок, надо не девочек с кровати на кровати перекладывать, да. Это Путину как бандерша. О, бандерша, Путин бандерша. И тут тебя Андрей Степанович достал, да. Степан Андреевич, господи ты, боже мой. Да, так что перед смертью не надышите, нифига вам это не поможет, ребятки. И лесной олень этот, по-моему, хотенью, блин. Так, в общем-то, я о чем? Чего я такой взбудораженный и такой радостный по этому поводу? То есть, все наконец-то объясняется, что все вот эти вот движения, все вот эти вот движения, нападение на Харьков, да, бестолковое, нападение в сторону Харьков, он, наверное, так будет корректно говорить. То есть, я не мог понять, что за хренов бред. И вот это вот совершенно какое-то разнузданность этих ботов страшная, которую я там, я же говорю, я с Ютубом там знаком с 11 года, 13 лет. И я никогда в жизни не видел, чтобы такое количество ботов набегал. То есть, это отвлечение внимания. Взрыв от этого дома в Белгороде, ребятки. Вы знаете, до чего место становится Шойго? Первый секретарь, что это Совета Безопасности или что-то такое. А знаете, кого оттуда снибают? Патрушева. Не помните еще? Ну, наверное, не помните. Это я уже старый пердон. В 99-м году что было? Там взрывались дома в Российской Федерации. Ну, надо было пропихнуть никого неизвестного. Это моя версия. Она, мне кажется, весьма и весьма правдоподобна. Потому что я еще помню, как по этому-то НТВ еще было нормальное, вменяемое. До того, как я взвалил путь. Все, к чему касается этот антибидос, превращается. Ну, в общем, знаете во что. Это самое. Тогда взрывались дома. И вот в Рязани. Знаете термин «рязанский сахар»? В Рязани поймали за руку ребят, которые заложили гексаген в подвал дома. Вовремя, ну, заметили. Местные жители просто заметили это. Вызвали милицию. Вытащили. Зафиксировали, что это гексаген. Там пары гексагена. Поймали этих. Целые сутки хвастались о том, что вот мы предотвратили теракт. А на следующие сутки поймали ФСБшников. Которые, блин, эти гексагены туда закладывали. И тут выходит Патрушев. И говорит, Патрушев? Вот тот самый Патрушев. Это про него речь. Которого вот сейчас снял Путин. Когда вчера в Белгороде там рухнул дом, блин. Видели на видео, как это зафиксировано, да? Как этот дом рухнул. Так вот. То есть он выходит и говорит. А это был не гексаген. Это был сахар. Это у нас были учения. Ну, просто пошло все там. Не вычили по плану. Обалдеть, блин. И сейчас, блин, рушится дом. И Патрушева. Рушится дом в Белгороде от взрыва. И это попадает на камеры. То есть, вы представляете, накосячил, как опять человек, бро. То есть, видимо, ему Путин просто уже сказал. Ты что вообще, родной, блин? Нафиг. Тебя еще за 20 лет этот рязанский сахар не забыли. Ты еще один взрыв. Причем там, говорят, на камерах просто этот самый стоит. Ну, таймер. Время на камере отчитывается. Да? Там 12.00 до секунды. Там 0.00 какой-то. То есть, ну, совершенно. То есть, как бы понятно, что таймер на бомбе стоял. Я не утверждаю, я просто говорю, что, блин, нафиг, ну, это весьма вероятный ход развития, объяснение для этой ситуации. Видно, что взрыв там, по-моему, изнутри. Ну, я не специалист в этом. Я там, да, это я там по воронкам что-то могу сказать. Понимаете? Ну, такие, я не взрывотехник, 100%. Ну, в общем, по-моему, он накосячил так, что его сняли с этой должности. На его место поставили Шойгу. А куда этого Патрушева дели, так непонятно. Может, вслед за Пригожиным. Да. Прилеты градами. Вам не слышно. Ну, ладно. Я приторочу, наверное, в конце вот это видео за 6 мая, которое там, где я говорил про Андрея Беловуцева. Ну, конечно. Ну, я еще раз говорю. Перед смертью не надышься. Ты там уже меняй, не меняй. Бандершу надо менять в Кремле. Понимаете? И что? Я представляю себе ситуацию, Беловуцев это находится. Ну, действительно, классный экономист. Куда делаешься? Там, Набиулина, это тоже классный, да, экономист. То есть, ну, а что ему делать? Ну, то есть, как бы, как он поднимет эту промышленность? То есть, ему надо сейчас, чтобы все санкции сняли. Ну, и как это сделать? Я вам подскажу, вернуть Крым, вернуть Донбасс, оккупированную вами нынче территория, Запорожье вот здесь, выплатить репарации и, ну, в общем, там много еще чего придется там. И посадить Путина. Харьков он хочет захватить. Я уже говорил. Харьков, вот этот градусник 26-метровый, который у нас в Харькове на площади Конституции висит, будет ректальным градусником для Путина. Это ж, ну, все-таки, Каддафик черенком лопатой отделался, да? А у Путина будет Харьковский 26-метровый градусник. Все будет Украиной, ребята. Великолепный день. Ну, понятно, что они, они пытаются отвлечь внимание. Этими взрывами домов хотели отвлечь внимание. И нападением на Харьков отвлечь внимание. Ну, лезут эти. Вы слышали? Ой, блин, я забыл. Это врачиха с Белгорода такая пишет. Что такое? Что случилось? Сегодня выходной. Вызвали, говорят, там, и столько раненых, столько... И что-то где-то взорвалось. А они все прибывают и прибывают. Военные, там, ручек нет. Тут уже нету, кишки вываливаются. Что случилось? Ничего, просто, блин, третий год война. А вы там просто Харьков бомбите постоянно. Не знаю, что случилось. Не знаю, просто звезды совпали, блин. Все будет Украина. 6 мая 2024 год. Сейчас я попробую всю картину мира. Что мне говорят, ты картину мира не полностью видишь. Попробую то, что я вижу, впихнуть в один просто сюжет. Значит, поехали. 61 миллиард помощь от Америки. 4 миллиарда фунта стерня, 3 миллиарда фунта стерня, ну и 4 миллиарда долларов, будем говорить. Это помощь Великобритании. Да? Шойгу жалуются на то, что темпы производства не соответствуют требуемым темпам наступления. Да? У этого Шойгуя арестовали заместители. Начинается схватка бульдогов под тавром. Так или не так. Да? То есть тоже это нам, по-моему, в хорошую пользу. У нас приходят 100-километровые снаряды. Снаряды, которые бьют на 100 километров. Вот сейчас Германия экспериментально будет поставлять. Мелочь, а приятно. У нас приходят Фэлланы. Вот эти Фэлланы-1. Американские тоже тестовые беспилотники, которые не гранатки сбрасывают с квадрокоптеров, а противотанковыми этими стреляют. Ну, гранатомет просто переносит на себе. Или в другом варианте пулемет. Пулемет над полем боя над тобой летает. Представляете себе сюжетик? У нас и в 16-е заходят в этом месяце. Уже в этом месяце сказали, что первое будет. Представляете? У нас Атакамсы, вы видели, как 1 мая разорвалось там на Луганске? Диаметр этого покрытия, круга покрытия, 500 метров. Около 200 тысяч квадратных метров. Там с одного снаряда. Капец. Вообще, я не знаю. Ну, ладно. В общем, не в том дело. Столтенберг говорит, что Украина будет в НАТО. Это председатель альянса, да? Президент альянса НАТО. Великобритания разрешила бить их оружием по территории Российской Федерации канонической. Нас уже россияне атакуют на танках в виде гаража с дуо. Ну, так. В посадке на 300 метров оккупант проходит мимо 82 тел собственных. Таких жорков, как и он. Только уже в хорошем виде. Разлагающимся. Это только по войне. А по экономике Норникель заявляет по Танин, да? Что он треть будет Норникеля выводить в Китай, потому что санкции не дают ему. Предлагает Русал, чтобы алюминий государство закупало в качестве золотовалютных, золотоалюминиевых запасов. Иначе градообразующие предприятия будут становиться, эти накрываются медным алюминиевым тазом. Да представляете? То есть вы сейчас золото храните золотовалютным, а будете алюминий. Тазики собирать, как золотовалютные резервы. Да? Угольная промышленность говорит, что ей нужны дотации. Есть такое? Алмазные под санкцием, алмазы под санкцием, уран под санкцием попал впервые. Обогащенный уран, да? Америка под санкцием его засандалила. Ключевая ставка у вас, ребята, 16%. На Биулина там говорит, может еще выше будет. В Украине, чтобы вы понимали, она вот в апреле снизилась на 1% и составляет 13,5%. В Украине, на которую вы напали, ставка ключевая ниже, чем у вас. Ну, если кто не понимает, о чем это говорит, в общем-то, кто понимает, тот понимает. Что у нас там? Обязательную продажу валюты продлили еще на год. Не до конца года, а еще на год. То есть это обязаны люди сюда, чтобы пытаются удержать рубль. Но удержать рубль не получится так же, как он рухнет вместе с Керченским, Крымским мостом. Понимаете? Путин дал задание довести до 17% долю импорта. Доля импорта, 17% это ровно то, что было на последнем издыхании Советского Союза. Когда замечательная была история, помните, в Советском Союзе, как с импортом у нас хорошо обделяло дело, когда канадская юниорская команда начала в качестве рекламы разбрасывать жвачки, там раздавать. Люди услышали, что раздают жвачки, на стадионе задавили 21 человек в давке, блин, пытаясь добраться до этих жвачек. Вот это вот мы возвращаемся, ну то есть вы, слава тебе Господи, это теперь вы, а не мы, возвращаемся, хочет, по крайней мере, Путин вернуться к этому 21%. Ну и сладенького. То есть в Китай вводят санкции банковские, да? Не дают, не получается проводить россиянам платежи ни в рублях, ни в юанях, ни в чем через китайские банки. То есть китайцы передали продукцию России, а назад перевезти не могут, отказываются банки, чтобы не попасть под санкции. Да, Набиуллин о чем говорит? Лах между поставкой товаров и приходом денег два месяца, это когда Россия экспортирует в Китай, да? Ну, я думаю, что все прекрасно, вот почитайте статью в этом, в Reuters, как потеряли 140, 140, 1 миллион 400 тысяч долларов потеряла какая-то китайская фирма, через 7 банков не могла пройти, так и не смогла. Читай подарила гаджеты эти Российской Федерации. Газпром в убытке. Впервые за свои 25 лет, когда Путин на троне, Газпром в убытке. 7 миллиардов за год показала убытка. Очень выгодно торговать с Китаем. Китайцы торгуются хорошо, воюют они плохо, а торгуются они хорошо. Газпром, да? Запрет на вывоз топлива, да? В России есть, дорожает топливо, а нет, все нормально там у вас. Ну, так или нет? Я что-то не так говорю. Когда Белоусова Андрея спрашивают, тут у нас инвестиции, там у нас хорошие инвестиции, как много мы инвестируем, он говорит, 70% этих инвестиций, это замена вынужденная западного оборудования, которое мы не можем обновить, на китайское. То есть это не в прямом смысле, что мы новый завод строим, а, ну, говорит Белоусова, просто, понимаете, уже нету запчастей на американское, там, немецкое качественное, это какое-то китайское пластилиновое. Понятно, да? Ну, я уж не говорю о том, что у вас сейчас одновременно, прям сейчас, у вас снегопад, вот, там, 6 мая идет, заваливая трассы, там, пробки образуя, у нас, у вас одновременно идет потоп, наводнение, там, начиная с Орска, и у вас одновременно идут еще пожары, то есть матушка природа. И, кроме того, в мистику кто верит, я не верю, но вообще довольно интересно. С убийства Александра Второго, каждые 36 лет Россия сбегает какой-то войны. Можете посчитать. В 1881 убили Александра Второго, через 36 лет Россия прекратила свое существование, да? В 1917. Потом, плюс 36 лет, в 1953 умирает Сталин, Россия сбегает, ну, Советский Союз и подстазь сбегает из Кореи. Потом прибавляем еще 36 лет. В 1989 год Россия сбегает откуда Советский Союз? Из Афганистана. Прибавляем 36 лет, какой это будет год? 2025 и следующий год. Откуда вы сбежите, товарищи россияне, как вам думается? Если уж такое будет совпадение по этому 36-летнему циклу. Подсказку из зала надо. Все будет Украина. Не переймайтесь.